Коротко про новости. Тут был вопрос, где Нюберская премия. По Нюберской премии есть небольшая задержка, поскольку Нюберской премией заинтересовались рекламодатели, и с рекламодателями, соответственно, идут согласования, интеграции, вот это вот всё. Это отнимает силы и время. Зато это помогает каналу развиваться. Плюс у меня сгорело... Ну как сгорело? Подорвалась задница, когда я посмотрел нового Человека-паука, поэтому без очереди выходит ролик про Человека-паука, потому что я люблю эту вселенную, я её хорошо знаю. И после фильма я прям так впечатлился, что я понял, что я хочу снять ролик про всех пауков в принципе киношных. То есть не брать мультики, не брать комиксы, взять чисто фильмы и вот ролик про них всех сделать, выделить главную мысль, на мой взгляд, потому что у всех этих фильмов есть одна главная мысль, которая на разные лады трактуется в разных фильмах. Это очень круто, по-моему. Короче, предложить свой ракурс, под которым интересно смотреть на Человека-паука. Я видел пререндер, мне не терпится вам показать, ролик охуенный получается. Бланк, гений, Рома, машина. Мы снова тем же составом, которым мы делали легенды, делаем... Бланк заёбывается с монтажом, как просто он не человек. Рома написал саундтрек, опять шесть композиций, мы пишем саундтреки к роликам на Ютубе. Да, что вы нам сделаете, нам нравится. И после этого будет Нюберская премия, вот она написана, она просто ждёт... В том числе я ждала много в производстве моментов. Рекламодатели. Мне надо было себя в порядок привезти, я вот покрасился под стрикси наконец. Сдать бы завтрак годовой и попасть на Паука. Если что, в ролике про Паука будут спойлеры. Они будут выделены в отдельный блок, там будет плашечка предупреждающая о спойлерах, где будет написан тайм-код, на который перемотать, чтобы не зацепить ни один спойлер. Вот. Но как посмотрите фильм в кино, обязательно вернитесь, пересмотрите. Я Матрицу хочу посмотреть. У меня очень много знакомых, кто ходил на Матрицу, прям плевались. Прям такие... Вот. А я не фанат Матрицы в принципе, поэтому я в кино на Матрицу не пойду. Может быть как в стриминге выйдет, посмотрю. Тебе Игра Престолов нравится? Ну как сказать. Я в какой-то момент решил посмотреть Игру Престолов. Я не смотрю сериалы. Я в своей жизни посмотрел полностью ноль сериалов. Вот серьёзно. Целиком от начала до конца я не досмотрел ни один сериал. Я Черное Зеркало не смог посмотреть. Я ничего не посмотрел целиком. И я такой, так, окей, наверное, всё-таки неспроста людям это нравится. Давайте я попробую и сразу попробую начать с чего-то, что, ну, гарантированно проверено хорошее. Вот Игра Престолов, это считается best of the best. Ну, посмотрел. У меня ещё Юля, жена моя, любит Игру Престолов. И мы сели смотреть. Мне поначалу дико нравилось. Первые два сезона просто пролетели за несколько дней. Мне было интересно прям вот за развитием персонажа. У меня выделился любимый герой. Я, кстати, на стримах говорил в процессе пока. Смотрел и вам рассказывал об этом. Где-то с третьего сезона начало говной тянуть. На пятом появилась потребность преодолевать. И когда начался шестой сезон, где-то на одной из первых серий шестого сезона, там всё вело к одному твисту сюжетному. Стараюсь без спойлеров. Хотя как можно спойлернуть Игру Престолов, которую все уже посмотрели? И ладно, в общем, скажу. Когда сперва убили Джона Сноу, а потом пытались его воскресить, я сказал во время просмотра Юля, если сейчас они его воскрешают, я дропаю нахуй и не досматриваю сериал. Он открывает глаза, его воскрешает, такой, пизду! Всё, пошли нахуй! И я в итоге вот на шестом сезоне я сломался, такой, нет, это полное говно, я не хочу это смотреть. Так что Игра Престолов подтвердила мои мысли по поводу сериалов. Я не смотрю сериалы, я не люблю сериалы, мне неинтересно. И вот эта часть жизни проходит мимо меня и к моему большому удовольствию. Поэтому Игра Престолов мне нравилась, первые два сезона божественны, а дальше, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот с третьего началось что-то такое прям, ну хуизно. Я в принципе не люблю, когда в сценарий добавляется магия такая вот всесильная. Когда тебе не объясняют границы магии. Что может сделать магия, что нет? Потому что магия оказывается очень удобным оправданием для сценаристов. Магией можно заткнуть любую дырку. Вообще, почему у вас абсолютно нелогичным образом сходится сюжет? Магия. Когда магия позволяет вернуть любимого девочками-подростками, которые смотрят сериал героя, когда он умер, и как бы фишка Игры Престолов в том, что там реально умирают персонажи, и поэтому ты как бы сильнее за них переживаешь. Потому что ты знаешь, что их не воскресят, и в этот момент убивают одного из главных героев. Круто, брутально, прям. Ты такой, ну ладно, окей. А потом девочки наныли себе его воскрешение. Причем, как я понимаю, в книгах этого воскрешения не было. Это именно что. Девочки-фанатки наныли в Твиттере. Верните нашего любимого мальчика, он такой фопабельный. И его просто вернули, потому что магия. Я ненавижу эту хуйню. Кто твой любимый персонаж из Игры Престолов? Мой любимый персонаж из Игры Престолов — Бранд Старк. Причем я слышал, что в конце он там совсем важным становится, но он с первого сезона мой любимый персонаж. С первого сезона — Нед Старк и Бранд Старк, соответственно. Два моих любимых персонажа. Как тебе Джон Сноу в Игре Престолов? Слишком ванильный. Слишком вылизанный. Слишком... То есть ты на него смотришь, и прям видно, что персонажа делали под фан-сервисы. И это немножко отвращает меня от него. Он очаровательно глупенький. Такой... Я еще в оригинале смотрю, у него там еще очень потешный голос. В общем... Ну, как-то ничего не затронул он во мне. То есть... Бранд Старк гораздо интереснее. Нед Старк гораздо интереснее. Смотрел Наруто. Нет, это какое-то аниме. Я не смотрю сериалы. И не смотрю аниме при этом. А во все тяжкие... Вообще никак. Я пытался посмотреть. Есть смонтированная версия во все тяжкие. Когда из нее сделали полнометражный фильм двухчасовой. Типа вот... Все основные события сериала в два часа смонтировали. Фанатская. Я даже ее не смог посмотреть. Ни одного сериала в своей жизни я не посмотрел. Многие начинал, но ничего не закончил. Салют. Что у Twisted Sister посоветуешь послушать? Моя любимая песня Twisted Sister это Burn in Hell. Мне очень нравится у Twisted Sister. Ну, собственно, их гимны основные. Это We're Not Gonna Take It. It's Twisted Sister. А! Fire Still Burns. Right to Live, Life to Ride. Stay Hungry. Stay Hungry, кстати, программная вещь Ди Снайдера. Fire Still Burns. Burn in Hell. We're Not Gonna Take It. Вот это, наверное, основное. У их солиста есть книжка «Приколдесное про взросление». Да, я эту книжку пиарил уже раз 10 на своих стримах. Ди Снайдер. Инструкция по выживанию для подростков называется. Суперская книжка. Очень советую. Я своему сыну точно ее куплю. Подарок где-нибудь на 13 лет. Это прям, ну, реально суперская книжка. Рок-музыкант, рок-звезда написала книжку для подростков, как легче пережить подростковый возраст. Так и называется. Инструкция по выживанию для подростков. Безумно советую, если вдруг вы подросток прям мастрит. Если у вас есть дети-подростки, тоже абсолютно стоит купить и просто подарить детям и не трогать их. Хотел бы спросить по поводу ЗБХ, кто будет следующим, если с кем-то были договоренности. Если нет, с кем бы хотелось следующим. Киара Скура. По поводу ЗБХ. Если кто не в курсе, это подкасты-интервью, которые я беру у артистов, то есть формат с гостями. Я замыслил новый сезон. Поскольку я переехал в Москву, здесь проще выцеплять на личные съемки людей. Прямо сейчас у меня очень много проектов. У меня итоги года Ньюборгская премия. У меня сейчас рекламные проекты. У меня по стримам много работы. Поэтому это точно не этот год. Это январь-февраль следующего года. Наверное, может быть, в январе запустимся, если мне хватит денег на оборудование, потому что мне нужно для того, чтобы снимать, собственно, очно, то есть снимать павильон, приглашать людей, сажать их напротив себя, выстраивать картинку. Мне нужно купить как минимум еще одну камеру, а в идеале еще две камеры, чтобы у нас была камера один, камера два и камера, которая общий план дает, чтобы это классно монтировалось все. Ну, в общем, это требует бюджета. То есть это более сложные технические съемки, чем то, что я дома снимаю ролики для YouTube. И я хочу прям вот сезон бахнуть за бхам. По поводу кого хочу, у меня есть пожелания. Я составил себе виш-лист, типа, к кому я обращусь. Но сперва мне нужно иметь оборудование и знать, что я готов этот проект реализовать и воплотить. Пока что вот мы обновляем звуковое оборудование. Я сейчас буду обновлять съемочное оборудование. И это ебанно с профессиональной точки зрения тренироваться на форматах с гостями. Потому что гость приходит, он хочет, чтобы контент делался на хорошем профессиональном уровне. Я хочу делать классный профессиональный контент. Поэтому я не хочу звать гостей в момент, когда у меня не отлажена система. А поскольку сейчас новое оборудование, мы к нему только привыкаем. Вот сейчас, например, были там сложности со звуком в новом ролике, потому что новый микрофон, новое устройство записи, и там надо еще подобрать правильные настройки. Это все методом тыка делается, эмпирически немного. Поэтому сейчас мы вот... А, вот. Я говорил, что сейчас мы пообкатаемся с новым оборудованием, пообвыкнемся, выработаем свои новые пресеты работы, и вот тогда я буду готов звать гостей. Поэтому ЗВХ в начале следующего года, наверное, зимой мы уже запустимся, но пока что... Вот сейчас я этим проектом не занимаюсь. Сейчас я занимаюсь другими проектами. Возможно, твой топ-окси-песен? Да, конечно. Более того, ну, почти наверняка будет. Я уверен, что это будет контент, который много просмотров соберет. Я как блогер люблю, когда у меня много просмотров. Поэтому да, будет, вопрос когда. У меня просто не стыкуется образ Кьянти и Нюберга, как будто это два совершенно разных человека, Кьянти и не человек. И Кьянти как проект закрыт, как раз потому, что мы слишком отдалились друг от друга. Я себя не естественно чувствую в образе Кьянти. Когда-то чувствовал супер, естественно. Когда-то это была неотъемлемая часть меня. Сейчас на меня, конечно, иногда накатывает, но большую часть времени я от этого далек. А, да! К слову! К слову! Юлия Константиновна правильно пишет. Ребята, нужно больше лайков на ролики про Оксиан. Это того стоит. Она знает, о чем говорит. Она помогала мне подбирать материал. Я вам обещал на ролике 11 фактов про Окси Мирона. 5000 лайков. Я знаю, это много. Это прям сложно. Но вы уже собрали 4 и 3, по-моему. То есть там меньше 700 осталось. Делаете 5000, мы садимся делать охуительный, огромный видос про Окси Мирона. Не топ-песен. Круче. Кот Красный, прости. Залезаю на твое поле и убираю тебя с него нахуй. Чисто в конкурентной борьбе открытый. Потому что я готовлю самый пиздатый ролик с точки зрения покопаться в голове Окси Мирона. Я вот прям хочу залезть к нему немножко в башку. Нетипичным образом. Нет ощущения, что про Окси Мирона уже давно в интернете все сказано? Нет. Далеко не все сказано. И вот как раз контент, который мы на 5000 лайков начнем делать. Я принципиальный, чувак. Не будет 5000 лайков. Какой бы крутой контент не был, я сказал, я не буду делать. Вот этот контент я нигде не нашел. Я видел фиговый контент подобного плана. низкокачественный, не талантливо сделанный. А можно сделать суперконтент из этого. Почему-то никто не сделал. Очевидная вроде идея. Но никто не сделал. А я сделаю. Но если будет 5000 лайков. Не будет 5000 лайков, не сделаю. Мне не впервой крутые идеи выкидывать и откладывать. Забавно смотреть твои старые ролики, потому что на них ты ведешь себя довольно фальшиво. Я согласен, потому что когда я только пришел на YouTube, мне очень хотелось спрятаться за маской, потому что я крепко неуверенный в себе был. Я и сейчас, в общем, не особо в себе уверенный. А тогда я просто шкатулочка с комплексами был. И мне казалось, что если я спрячусь за вычурную манеру, если я буду более... Ну, короче, мне хотелось быть чем-то кроме себя, потому что себя показывать страшно. Потому что, ну, грубо говоря, когда ты в образе и тебя критикуют, то критикуют как бы не тебя, а твой образ. А вот когда ты выходишь к людям такой, какой ты есть, то каждое критическое замечание, оно бьет по тебе лично. Субтитры создавал DimaTorzok